Не остается сомнений в том, что эти четверо являются исполнителями, но вот в чьих интересах действовали игиловцы и кто там был также задействован под видом игиловцев, этого мы, конечно, не знаем. Я не удивлюсь, если там за этими телеграм-аккаунтами сидят оперативники ФСБ. В общем, то, что произошло в Крокусе, это, конечно, очень тяжкое преступление. Оно отличается от всего того, что до сих пор происходило в России. И вот эти вот параллели, которые они пытаются провести, российская власть сегодня вставит Крокус-Сити в один ряд с Норд-Остом, с Бесланом, но ни Норд-Ост, ни Беслан не были организованы для убийства мирных людей. Это очень важный момент, который отличает. В Крокус-Сити Холли произошел, наверное, самый крупный террористический акт в истории современной России, скорее всего. Такого, по крайней мере, характера, когда целенаправленно убивались мирные люди. То есть целью самого этого террористического акта было убить как можно больше людей. Вооруженные типы, вооруженные автоматами. Причем там автоматы не у всех были, это мы позже из видео увидим, кто-то там был вооружен ножом. Но, во всяком случае, автоматы были. Были патроны, как можно больше патронов они там с собой взяли. И, значит, целенаправленно они убивали мирных людей, пытаясь как можно больше людей убить. И мы уже знаем, что больше ста человек погибших. Не все, конечно, погибли именно от стрельбы или от каких-то ударов ножом этих террористов. Некоторые погибли из-за того, что они оказались заблокированы. То есть они, убегая от них, спрятались в каких-то помещениях. А те потом подожгли здание Крокус-Сити и, в общем, они задохнулись, потому что они не смогли потом выйти. Оказались заблокированы этим огнем. И кто-то умер от того, что задохнулся дымом. Вот, после этого, значит, они беспрепятственно смогли покинуть это здание Крокуса. Смогли доехать почти до границы с Украиной, то есть Добрянской области. По всей видимости, они надеялись, что они смогут как-то там пересечь границу, перейти на сторону Украины. И были пойманы. Были пойманы, нам показали кадры их поимки. Нам показали, как одному из пойманных прямо на месте там отрезают ухо, пытаются, значит, вскормить его этим же ухом. В общем, происходит, конечно, какая-то дикая жесть во всей этой истории. Но, смотрите, сначала первое впечатление от произошедшего было такое. Ну, как такое возможно? Приехать, перестрелять огромное количество людей, потом, как ни в чем не бывало, сесть в тот же самый автомобиль, на котором они приехали. Это автомобиль Рено. Был известен номер этого автомобиля. То есть, буквально в первые часы, минуты даже, этого нападения, сразу же стал известен автомобиль, на котором они приехали. То есть, они приезжают на машине, которую они паркуют, то есть останавливаются прямо перед входом в этот Крокус Сити Холл. Заходят, стреляют, делают там все, что они могут, убивают как можно больше людей, потом выходят. Очевидно, что они выходят через тот же самый, видимо, вход, в который они вышли, так как машина-то там припаркована. Туда же выходят, садятся в этот же автомобиль и уезжают. И после этого, значит, их пытаются, видимо, где-то там поймать, перехватить. Ничего не получается. Долгое время, до утра практически, это все, и только там утром, под утро или утром их, в общем, смогут поймать. И вот первые кадры. Первые кадры задержанными мы видим, там только один из них более-менее может там как-то на русском языке изъясняться. Нам говорят, что они таджики по происхождению, граждане Таджикистана, потом появляется версия, что они имели гражданство российское, потом это опровергается. Первое время вообще очень много дезинформации идет, закидывают людей, якобы ориентировки на тех, кто причастен к этому. Эти люди вообще находятся в Таджикистане, ничего не подозревающие. И потом еще одного человека закидывают, он сам приходит в полицию, он житель Самарской области или Самары, говорит, что он не причастен, но он оказывается бывшим владельцем этого автомобиля. То есть он года два назад его продал. В итоге его тоже, с него тоже снимаются эти подозрения. В конечном итоге задержанные, значит, четверо граждан Таджикистана, как нам, по крайней мере, об этом говорят, не владеют русским языком. На первый взгляд это такое, знаете, ощущение, как будто бы они бригаду штукатурщиков поймали и пытаются на них повесить это преступление. То есть сначала ты смотришь и тебе не верится. Ну как так? И самое главное, никто первое время, никто не берет ответственность за этот теракт. Сначала, значит, появляется версия от российских зет-патриотов, что якобы это Украина организовал террористический акт. Появляется версия от Соединенных Штатов Америки, они говорят, что это сделаны игиловцы. Но ни те, ни другие, никто не берет на себя ответственность первое время. И вот нам показывают вот эти вот чуваков с виду штукатурщики. Ты их не припишешь ни к украинцам, ни к каким там РДКшникам не припишешь, ни к ИГИЛу вроде бы они как-то не приписываются. В общем, первое впечатление было такое очень скептическое. Но долго ждать не пришлось. Близкие к игиловским ресурсам опубликовали сначала сообщение с тем, что они берут на себя ответственность. Но после этого какое-то агентство близкое к ИГИЛ опубликовывает уже видео самих этих террористов. То есть то, что снимали они сами. И смотрите, я вот в своем ролике, который я опубликовал вчера, я там говорю, да, это было до того, как они опубликовали это видео. И поэтому я там просто делюсь своими мыслями. Я говорю, окей, если это игиловцы, у меня нет иллюзий по поводу игилов, что они такое бы не сделали. Я понимаю, что они как раз именно такими промышляют. Но почему для меня это было как минимум странно? Потому что как-то вот эти нападавшие на тех многочисленных видео, которые снимали посетители Кокус-Сити, пытавшиеся как-то от них убежать. Там была слышна стрельба, там были слышны крики пострадавших. Но не были слышны какие-то там кличи, возгласы от этих нападавших. А это не свойственно для игиловцев, потому что они все-таки, являясь фанатиками, они все это с таким религиозным подтекстом делают. И они обычно кричат, там, лага-квар, что-то такое. А тут ничего подобного не было. Поэтому это было очень, для меня это было странно. Но после того, как опубликовали видео уже сами игиловцы, то видео, которое снимали нападавшие, там видно, что, да, они попытались изменить голос, но там какие-то религиозные лозунги, терминология там проходит. В общем, сейчас, конечно, у меня уже нет каких-либо сомнений о том, что действительно пойманные люди, они это те самые, кто совершил это нападение. Другое дело, какие там подковерные игры происходили, но что исполнителями являются они, здесь, конечно, сомнений не остается, потому что одежда, которая была на нападавших и на задержанных, это одна и та же. Плюс, в общем, автомобиль, все эти моменты, конечно, сомнений не оставляют. То, что ИГИЛ взял на себя ответственность, то, что у них в распоряжении оказались видео, снятые этими же нападавшими, что они эти видео обрабатывали, что они, в общем, это, в этом тоже, конечно, нет никаких сомнений. Но другое дело, что осталось за вот этим кадром, то есть, кто занимался организацией этого всего, для кого это делалось, чьи интересы в этом были задействованы, это, конечно, абсолютно другой вопрос. Здесь я никак не выгораживаю российскую власть из этой истории, то есть, могли ли они быть задействованы в этой организации, какие-нибудь там сотрудники ФСБшного отдела вот этого по борьбе с экстремизмом и так далее, которые сидят там, занимаются вербовкой, то есть, все это, конечно же, остается за кадром, это то, о чем мы не знаем. Но то, что мы знаем, это что есть вот эти вот исполнители, непосредственно стрелявшие и задержанные сейчас, и мы знаем, что ИГИЛ, террористическая организация, берет на себя ответственность и действительно располагает теми и видео, которые могли им прислать только исполнители, располагают там фотографиями, которые были сделаны до этого. Поэтому здесь не остается сомнений, что ИГИЛ организовал это все, ответственен за это, не остается сомнений в том, что эти четверо являются исполнителями. Но вот в чьих интересах действовали игиловцы и кто там был также задействован под видом игиловцев, этого мы, конечно, не знаем. Я не удивлюсь, если там ФСБшные какие-нибудь оперативники, вот те Телеграм, как эти задержанные говорят, что в Телеграм с ними им давали инструкции, им деньги переводили, они лично никого не знают, все происходило по Телеграм. Вот я не удивлюсь, если там за этими Телеграм-аккаунтами сидят оперативники ФСБшные. В общем, то, что произошло в Крокусе, это, конечно, очень тяжкое преступление. Оно отличается от всего того, что до сих пор происходило в России. И вот эти вот параллели, которые они пытаются провести, российская власть сегодня ставит Крокус-Сити в один ряд с Норд-Остом, с Бесланом, но ни Норд-Ост, ни Беслан не были организованы для убийства мирных людей. Это очень важный момент, который отличает абсолютно, это совершенно другого характера действия. Ни в Норд-Осте не было цели убивать мирных людей. Мирных людей убили российские власти тогда, пустив газ. И об этом многочисленное количество расследований уже есть, публикации. Российская власть убила мирных людей в Норд-Осте. Те, кто захватывал Норд-Ост, перед собой ставили цель не убить людей Норд-Оста, а наоборот остановить войну в Чечне. Понимаете, разница. В Беслане тоже не было цели убивать детей. И те, кто захватывал школу в Беслане, ставили для себя целью не убийствовать детей. Смотрите, очень важный момент, я ни в коем случае не оправдываю то, что произошло. Я просто показываю разницу, что эти вещи нельзя ставить в один ряд. Это совершенно разной природы явления, понимаете. Если здесь, конечно, ни в коем случае детей нельзя вообще ставить под удар, это исключено. И я ни в коем случае это не оправдываю. Но не видеть разницы между тем, чтобы целенаправленно убивать ни в чем не повинных людей, и тем, чтобы захватив их, требовать остановки. То есть требовать не убийства детей и людей в другом месте. Это совершенно разные вещи, понимаете. Поэтому при всем моем негативном отношении к таким вещам я не могу не показать разницу. А здесь, в Прокус-Сити, здесь не было вообще никакой цели ставить какие-то условия, брать кого-то в заложники, какие-то ультиматумы там для власти. Нет. Здесь была целенаправленная задача убить как можно больше ни в чем не повинных людей. Поэтому это вообще из другой сферы явление. Совершенно другая природа, понимаете. Это преступление, тяжесть которого настолько велика по сравнению вообще с другими происходившими в России до сих пор. Поэтому его Крокус-Сити надо вообще выделить отдельно. Не говорить о нем в контексте Норд-Ост, Беслан там и потом Крокус-Сити-Холл. Теперь дальше. Когда задерживают, значит, этих нападавших, одному из них отрезают ухо на камеру. Это все снимается. Никто от нас это не скрывает. Наоборот, нам хотят это показать. Потом кусок этого уха суют ему в рот. Говорят, давай, мол, его ешь. Тот его выплевывает. Они опять его берут, обратно засовывают ему в рот, обратно его выплевывают. Просто настолько омерзительные кадры. Сегодня в сети появилась фотография, как пытают одного из задержанных, подключив генератор тока, провода ему к гениталиям. Он лежит, мучается от боли. И в этот момент, значит, его сфоткали и скидывают. Опять это делают целенаправленно, чтобы нам показать. Понятно, что многие улюлюкают вот таким, такому явлению. Многим нравится, что эти, особенно когда ты видишь кадры, опубликованные этими же террористами, снятые, точнее, этими же террористами, как они убивают ни в чемных военных людей. Как один из них режет уже раненого, лежащего на полу человека, мужчину. Он пытается перелезать ему сонную артерию. И когда ты видишь это, и потом видишь, как над ними издеваются, ощущаешь какое-то чувство удовлетворения. Но смотрите, это вот та ситуация, в которой обыватели, люди недалекие, они будут руководствоваться своими чувствами. Тем, что они чувствуют. Жалость или наоборот отсутствие жалости. Жалость, допустим, к тем, кого убивают. Кто-то будет чувствовать жалость к тем, кого убивают эти террористы. И не чувствовать никакой жалости к этим террористам. И наоборот чувствовать удовлетворение, когда их мучают, когда отрезают им ухо. И чувствовать сочувствие к жертвам террористов. Кто-то будет наоборот. У кого-то там, у каких-нибудь извращенцев, будет наоборот. Они будут чувствовать удовлетворение, когда убивают ни в чем, ни в иных людей. И чувствовать жалость к этим террористам. Но адекватные люди, к сожалению, те, кто в меньшинстве бывает в такой ситуации, они вообще отключат чувства. И они будут рассуждать только категориями, что правильно, что нет. Что можно, что нет. Что дозволено, что запретно. Только так. Чувства здесь не должны вообще участвовать в этой теме. Жалко, не жалко. Мне не жалко этих террористов. Ничуть. И когда я смотрю кадры того, что они вытворяли, я тоже испытываю какие-то чувства. Но я даже говорить о них не хочу. Потому что, во-первых, я не люблю говорить о чувствах. Во-вторых, чувства это всегда то, что тебя отвлекает от того, что правильно и неправильно. Дозволено и недозволено. Понимаете, чувства нужно отключать. И государственные органы, это как раз те структуры, которые вообще должны отключить какое-то, вообще не должны руководствоваться чувствами. Понимаете? Суды, оперативники, МВД, прокуратуры, ФСБ. Все, что вообще в целом. Государство, любые государственные органы, они не должны вообще знать, что такое чувства. Они должны чисто, у них должна быть функция. Вот у них есть закон, есть инструкция к работе этих органов. И они руководствуются только этим. И даже если они вот видят, как перед ними что-то там расчленяют, что-то такое происходит, они не смотрят, что они при этом чувствуют. Они смотрят, что написано в их инструкции, что написано в законе. И поступают только так. Вот это должно быть законом и правилом. А сейчас мы видим, что в отношении этих террористов происходит нарушение закона. И мы видим, как это поощряется из-за чувств людьми. Из-за чувств, из-за того, что им жалко тех, кого убили в кропусе. Они чувствуют ненависть к тем, кто это сделал. И они поэтому оправдывают. Но проблема, знаете, ребята, в чем? Что сейчас, да, вы руководствуясь чувствами будете вот так вот это оправдывать. Но это пройдет, эта эйфория пройдет. Если можно это, конечно, назвать эйфорией. В общем, вот этот вот шум, вот эти эмоции, которые связаны именно с этим преступлением, они у нас пройдут. Завтра останутся вот эти сотрудники, которые показывали вам, как они пытают вчера террористов. Но завтра они этими методами, уже не стесняясь, потому что сегодня у них это прошло, вы это все одобрили, завтра они будут пытать ваших детей, каких-нибудь обычных воришек, наркоманов, активистов, тех, кто станут с одиночным пикетом где-нибудь. Врагами народа будут объявлены, а вот с врагами народа что можно делать? Вот все, что делали с этими террористами. Им можно отрезать ухо и заставлять их его съесть. Им можно подключить провода к гениталиям и бить их током. На месте этих террористов окажутся журналисты, оппозиционеры, понимаете, обычные люди. Поэтому очень важно, чтобы пытки, как и вообще в принципе любое нарушение закона представителями власти, чтобы эти явления в принципе пресекались. И нельзя допускать, чтобы это было нормально в отношении одних людей и было ненормально в отношении других. Сейчас очень много идет разговоров на фоне вот этих событий, много разговоров о возобновлении смертной казни в России. Для желающих возобновить эту смертную казнь, сейчас самый такой удобный, удачный момент, чтобы говорить об этом и лоббировать эту тему. Но мне хочется спросить у этих людей, ребята, а вам зачем эта смертная казнь? Вы думаете, что вы казнив, допустим, этих террористов, вы как-то, вы сделаете им хуже, чем то, что они испытывают сейчас? Если ваша задача это как можно сильнее наказать вот такого рода преступников, а именно этим вызвано вот это ваше желание возобновления смертной казни в России, то больше, чем сейчас вы над ними издеваетесь, вы уже над ними поиздеваться не сможете, если вы ведете смертную казнь. Какой для вас смысл? Если бы вы их убили при задержании, вы бы облегчили им участь. То, что вы сейчас над ними делаете, это страшнее любой смертной казни. Поэтому то, чем вы руководствуетесь, это как минимум неактуально. Это такое ощущение, как будто бы вы наоборот пытаетесь облегчить страдания этим людям. То есть то, чего вы хотите добиться, но тот инструмент, которым вы хотите этого добиться, они не соответствуют друг другу, понимаете? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok